железном доспехе не сходить в туалет а с вами фламинго друзья всем привет как вы могли заметить мы вернулись врата и продолжаем играть в kingdom come значит на прошлой серии мы остановились если кто-то не смотрел посмотрите остались на штурме прибыславица успешно ее румовали отбили и на данный момент нам надо сделать что нам надо сделать нам надо вернуться за у верхнего замка пану рацику и получить следующее задание получается при этом еще надо к торговцам зайти вот это вот продать и починку взять набора для починки потому что у меня мои уже заканчиваются к сожалению так малый набор бронник мы заберем а он почему две штучки возьмем так все успехи я все починю пока что нормально быстро до портного сгоняя куплю наборы до портного и куплю себе курточку новую потому что моя уже после штурма к сожалению износилась и уже починить нельзя у нее минимум там короче есть максимальный порог для починки типа 75 или 70 возможных очков прочности и то есть теперь я уже не могу ее починить к сожалению поэтому мы идем покупаем новую куртку это шкуртка одежда на тело это вот так от самых дорогих это не то воинский жупан это не то это тоже верхушка не то у моей в общем 5 защиты получается у этой один почему-то а погоди не так не надо по защите сортировать вот таксонский 306 стоит самый крутой 11 защиты вот его мы купим дальше в ином мы покупаем все три малых набора партных у меня как заметили 11000 поэтому мне тут без разницы я типа 608 не заполучил я все равно торгуюсь брошу цену чуть-чуть я кстати забыл куртку помню до продать опять заболтался опять забыл продать куртку если вы до сих пор еще не знаете как продать ой точнее как заработать денег как продать вот эту вот эти все вещи краденые не крадены если вы украли не знаете как снять метку краденого и прочее прочее добро пожаловать у меня есть ролик отдельный недавно созданный совсем по полностью по экипировки где добыть вот такую экипировку но не считая вот этой вот эту саксонского который я купил только что грубой вот где добыть как добыть как заработать денег столько так также много как и я в общем все это есть в ролике на канале добро пожаловать смотрите изучайте там все абсолютно есть заработаете абсолютно столько же плюс по самой игре в принципе тут денег нормально дают тут за каждое сюжетное задание по три сотки по две дают грошей спокойно плюс если вы сделаете то что есть в ролике я писал в ролике вы заработаете в районе 7 8 тысяч наверное прям свободно просто если делать еще заниматься воровством регулярно и продавать это все крадено не мельником как это подразумевается игрой а снимать метку чей как там чтобы снять метку можно продавать мельник нужно подавать мельнику это все есть видео там рассказываю я быстро быстро рассказываю как это все сделать быстро чтобы вам не ждать грубо говоря 11 дней до какой-то в ролике у некоторых сказано а есть способ намного быстрее но единственное что вам нужно будет нужна быть какая часть денег либо времени побольше чуть-чуть чем можно было потратить большому как большим количеством денег значит мы продолжаем мы пришли в зал верхнего замка и слушаем что нам скажет скажут паны и мы уже познакомились с вами а а а и 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 в Продолжение следует... 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 Пока я не поеду туда, я вернусь к Терезе сейчас, и сходим с ней на свидание. Сходим с ней на свидание, чтобы получить баф. Все. Когда я занимался с ней в бафе, занимался с сами, с сами, с сами... Это было бы как раз, не было? В сентябре я всегда взяла мои шои и ходила в полную сторону. И когда было очень холодно, я остановился на воду и заканчивался в воду. Я должен был сделать с табой в доме, когда я помогал Пау в сентябре. Знаешь, как холодно там в сентябре? I always sneaked off if I could Even though I knew Pa would tan my hide when he came home I remember that He was always looking for you all over the village But you'd be hiding somewhere with Fritz and Matthew Me and the other girls used to follow you secretly But we never told your Pa where you were And when he gave up looking for you The three of you would go off to the woods to beat each other with sticks Yeah, we were playing at being knights Jesus, I used to get black and blue from it I can still feel some of the blows that big ox Fritz landed on me No more playing at knights Now you're practically a real one Now I'm no knight You are though, as chivalrous as they come You saved my life Well if you want to look at it that way Then you're a knight too After all, you saved my life Henry, a girl can't be a knight But you can save lives just as well Oh, who wouldn't save a little lamb like you? Well, thank you Меня назвали ягненочком Ягненочком В общем, да, у нас здесь любовь, морковь Юра-муро-мухрю туда-сюда Бабчик мы получили Теперь поехали Сейчас я посмотрю секунду Ага, я прокачать забыл Сейчас я быстренько прокачаю здесь Ну, третий мне нужен был, я помню А в живучести... Блин Не голодайте, не скромнее подряд у нас усилите живучесть Чем угодно Вы не отравитесь, если есть плохую еду Впрочем, пользователя тоже никакой не будет А смысл тогда в этом перке? То есть я могу есть все, но Сытость прибавляться не будет, я так понимаю, да? Или будет сытость прибавляться Просто бафов не будет, наверное Ну ладно, не суть Я здоровое Здоровое питание возьму Ну, как раз активируется сразу Потому что я уже давно не голоден Вот это круто То есть тебе не с момента бафа Изучение бафа Начинают они действовать А вот конкретно сейчас Спросить про Скаль Блин, я зря продал на МТУ Ну ладно, я купил ее лучше Если, короче, ломается Не полностью, но До момента, когда ты не можешь починить Именно одежду Не броню и не оружие А одежду конкретно Можно ее у нее, мне кажется, залатать Даже если у нее там 50-40%, 30 хп и прочее Надо попробовать будет, кстати, испытать Я хотел Дать тебе что-нибудь Погоди, а как? Я не могу ей подарок сделать? Не могу подарок сделать Ну ладно, не суть Не могу, я потом тогда сделаю Просто у меня есть лишние кольца Надо их продать тогда Чтобы они не висели просто так Кстати, новое Добавочное задание появилось Вот это было Это вот, кстати, у Терезы Добавочное задание Это отдельная история Все синие вот эти Щиточки Это щиты? Нет, да, это щиты Ну, похоже на щиты По крайней мере Это все Добавочные задания Дополнительные истории Вот здесь появилось В Таленберге Кстати, ее не было Здесь она была Вот это было задание Вот это все у нас Добавочное задание Я их потом пройду Отдельно, когда тут Основную сюжетку я завершу Я сразу же пойду Проходить Дополнительные Отдельные истории Из-за каждого Там одна, по-моему, с мечом С рукой С мечом слева сверху Которую я показывал Она, по-моему, с Индра связана Также он просто будет Главой наемников Вроде как Я читал просто Делал сишку Вот А Что еще? О, там Дым Костры, наверное, да? Какие-то Где у нас Что мне вообще здесь делать Вот остальные Вот За Терезу Понятно, это За Терезу Леником Значит, все Смотрим Сейчас узнаем Белый крест Белым крестом Помечали Чуму, по-моему, да? Мелихар Это кто такой? Я хочу поговорить С убийцом И почему это? Кто ты можешь быть? Хенри Чумные дома, по-моему, да? Помечали Левым крестом А, Мору вас здесь И Сарадзиг Не помечали И Сарадзиг Не помечали А, Мору вас здесь А, Мору вас здесь Ага, признаки Лихорадка Озноб Кого-то рвет Кое-кого пошли Болячки по коже Сейчас поспрашиваем Что у них Барышняк Барышняк Это кто? А, вот он Сарадзиг ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай про морф, не знаю. Началась. Существует день после падения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слабости жар, ага, кого-то рвёт. Других все вылетает с другого конца. Старый верба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА People will end up the same, for sure. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I don't know what with my arm the way it is. I don't go outdoors much. But I know Melachar and Straw have sick ones at home. Mm-hmm. Can I ask you a bit about Melchoyed? I haven't been here long enough to learn much, but ask away. Can you tell me something about... He's a woodcutter, tough as they come, and a hothead. He's been out of his mind since his boy died. It's normal to grieve, though. Depends how you look at it. Folk are afraid he'll snap or drink himself to death. What's worse, his wife caught the sickness, and he's not taking care of her. Where can I find this straw? When you take the main gate out of the stables, you'll see two carriages outside. Straw lives in the right hand. Where does Melachar live? When you take the main gate out of the stables, you'll see two carriages left. Ага, я понял. Так, как ты? Well, at least I haven't caught the sickness. Я бы не заболел. It happened during the raid. One of those damn bandits fell on me, horse and all. My arm's badly broken, but better than a broken neck. Tell me about the raid. What do you want to know? I hear one of the raiders was taken captive. I'd like to question him. Why, old Melachar let him have it over the head with a flail? And now he's locked up in the barn. But be careful. Why's that? That fucker killed young Straw, and his old man's sharpening his sickle for him. Melachar still hasn't decided what to do with him. Mm-hmm. I understand old Straw wants revenge, but first I have to question that bandit. What happens after is no skin off my nose. Good luck, then. Can you describe the raiders? I don't know. They came at dusk, so you couldn't see their faces. About 20 of them. They weren't humans, though. They spoke Czech. You talked to them? No. No. They were shouting at us. They were very sure of themselves to begin with, but when we hit them in the woods, they didn't look so brave. Mm-hmm. They probably wanted to torture them, but even the women here were armed with what they could find, and they took the bastards by surprise. Those are bad. It was a plot of death. Yeah. Oh, yeah. It's a problem. они мне ничего не скажут в итоге я понял кто дозорный дозорный брат ты застрял по-моему немножко а нет не застрял нормально да вот она помечена бредит дурачок какой-то нахер мне твой еще охренел он драться еще полез тварь помогать пришел это дурачок лежи бля отдыхай сюда бабос свой давай чумошник всем охренел помогать пришел ему со мной тут дерется еще из котелка у вас пожару специально вот сиди блин обиженный пойду жар я понял а кто еще болеет тут тут это еще вот здесь дома и вот здесь кстати вот в вот точно он я уже отсюда вижу пометку чумы опа я вовремя потому что не вовремя еще один погибли а помочь похоронить нужно малихар велит сразу же хранить умерших нет времени скажем так и помогу тебе я не собираюсь причем на трупов ну конечно поможем так и помоги у пойдем открытые я можно скрыть конечно может и буду короче это не чума почему я согласился помогать сейчас объясню это по-любому не чума потому что тот же как он матей он не болеет у него то есть все нормально он вместе с ними ночью защищался утром они начали болеть а он не начал хотя начали болеть изначально лошади то есть он первый был должен должен был заболеть из них всех а он не болит у него просто рано на руке но рука сломана принципе что логично что это они скорее всего от источника воды какого-то заразились потому что я видел когда пробегал я видел у них вот этот вот это озеро вот здесь может быть они из-за него заразились пусть речка там он какая-то рядом подходит пойдем отнесем твоего мужа хороним я пойду вперед а ты там догонишь если что вот то есть они по-любому от воды заразились я прям уверен ну воздушно-капельным нельзя заразиться как они дрались там ночью да на них было нападение какое-то они это нападение отбили а утром все заразились причем лошади заразились первые лошадь заразились первое а этот какого люди потом лошади все погибли сразу люди пока еще не пока все что знает жары боль на животе матой там общую картину описал так и вот этот еще дом да и нужно сходить туда наверное я посмотрю что она делать будет молиться это не у могилы должны бедная женщина не жалко уже потерял почему он второй получается если первый был старик второй это прям вот этот вот мужичок метели он видишь здесь как бы озеро вот этой цвет у него голенный какой-то туда насрали ой ужас это прям здесь есть крест здесь есть крест а это же такое покоится что такое крестьян подчинник какой-то утюг я не вовсе вот и дюлень и конча сида play cross on the door он хир пикозов это монастырь садлится help год бессюбой и собак тайн они цена и кстати вот я софрун фрун айси сильный жар у жены тоже я ничего не помню о том что было вчера пусть я помню почти весь день управлялся без чувств я был рейвинг за большинство есть еще что-нибудь помимо жара ну дерьмо так изменяйте хлещи ага ну короче понос еще диарея его удолжение диарея жар лошади у него я могу посадить я ченника замархоеда подозвещаю о хозяйстве всю мою живность и землю записал? записал если моя жена у меня с вами уху я указал все к моему кузнецу добешу который сейчас работает с опорником уже очень быстро ни при каких обстоятельствах мой никчемный булдер на самом деле что он должен унаследовать невинного гроша не смотря на какие обычные традиции а почему исполнительной своей последней воли я назначаю отца Павиана прихотского священника из Коста Ласу то Мартина в Сазаве но мы туда как раз поедем сейчас ну да передадим в черном пути завещание написано как тебя зовут Хенри преследователь к Сарадзигу Коббалу ну я никогда это добавляет немного веса вот 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 Сказали отдать, я отдам. Тем более это дополнительное задание, не хочу я. Последняя воля завещания. Не хочу я влезать в эту хрень. Так, что у нас тут? Таборис и Ханка на монастыре. Ну я вроде узнал, но мне Мелихар еще нужен наверное, я к нему не заходил после вопроса у Матея. Надо Мелихара еще спросить, вот он. А, я его не могу спросить. А, ну все, тогда наверно получается. Давай взломаем подробно. Так, что у вас тут есть интересно? Опа, я заберу. Я его созымаю. Опа, там хилит. Спирт хилит. Не видно, но оно энергию отнимает. Не, я спирт наверно только заберу опять что-то. Опять. Сылает, там на штучку, наверное. Ну хватит. Ой, я хлеб своровал, амлан. Не знаю, ничего полезного. Пойдем. Так, так, так. Так. У меня есть хлеб, кстати, 68. Надо его потратить будет. Так, где у нас лошадь? Вот он. Наверное, не с первого раза почему-то. Отзывается она. Так, что мы едем сначала в Сазаву. Пока он идет. Может я успею, пока еще не темно. Че, проверим. Успею, не успею. Если не успею, блин до утра ждать. А, не успею, да, уже ночь. Жаль. Ну ладно. Надо будет тогда остановиться сейчас где-то вот. Сзади и поспать. Переночевать. А где переночевать? Блин, я даже не знаю. У меня здесь ничего не открыто. Вообще ничего не открыто. Очень много заданий, кстати. Кстати говоря, вот здесь он сзади, по-моему. А мне еще надо, блин, я опять забываю вечно факел. Не забывайте факел юзать. Потому что, смотрите, он уже хотел подойти ко мне. Марк Лукота. Кто это? Или Лукота? Кто это? Блин, поймешь, кто это. Иконка в доме. Он уже скорее всего зашел, и я уже его не успею поболтать с ним, получается. Да, мы уже не успеем. Ладно, поехали тогда искать. Поехали проедемся в деревню. Откроем всех этих торговцев сейчас. Таких можем. Мясник у нас тут. Что еще тут есть? Зачильный круг я его нашел. Приховать пока. Я! 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 Что у нас тут интересненького? А, нет, ничего. Вень полный. Здесь на лошадь? Ай, украсти. Они все разошлись, блин. Где мне поспать можно? Где у вас есть тут это? Конюшни, не конюшни, я не знаю. О, что это такое? О! Все, здесь все спил и сохраняемся до утречка. Так, давай до 7 попробуем поспать. Я думаю, как раз там где-то в 7 он на священник выйдет. Мы отдадим его завещание, скажем все и поедем к Йоханке в монастырь. Тут как раз недалеко все равно. Он до сих пор. Он до сих пор в этом дома, кстати. Неужели он не поздно так этот пост начинает свой? В натуре, походу, прям поздно начинает. Ты кто? Тарлатан. Тарлатан. Поговорить можно? Можно. Здесь ты, если на качестве, не знаешь. Где я знаю, что ты? Что? Конечно, мой мечт. Ты был в кастрюле, в кастрюле. И я поставил кастрюле кастрюле. Какая лодка из костей? Это у него обучение можно идти? Алхимик, карман на крыше. Ого! А, я не могу, да. Я даже алхимию у него могу обучиться. Новичок, он. Давай, подбуемся. Ты шарлатан, иди в жопу. Подешевле. Ты не пригодишь меня с этим. Ой, побежал, побежал этот, походу, я все просрал. Это не попытка. Ладно, давай 53. Отлично. Все, отлично. Новый уровень занятия алхимией. Халява. Он, по-моему, побежал. Да, да, он побежал. Он побежал, блин. Вон он, я его видел. Стой, догоню. Ой, вскрыть-то можно. Папа, что случилось, мой сын? Я беру Винсенту's last will and testament. Оргойтый Патер, будь мастер. Что случилось? Мастер Винсент был серьезно болезнен. Дизиаза была в Мерхоеде. Да, я слышал, что люди, я сижу в каких-то панах. Бог в небе. Но Винсент еще жив? Да. Пока жив, да? А, пока да. Лученик скончается, я позабочу, чтобы его воля исполнилась. Вот, возьми несколько монет захлопотами. Не стоило, на самом деле. Ладно, спасибо. А я кольцо-то отдал? Да, отдал. Накролавлен клинок и ухо-полосы. Я не знаю, зачем они мне нужны. До сих пор. Я вроде как те квесты выполнил, но они у меня до сих пор как предметы для задания валяются почему-то. Это мы сделали. Поехали вот сюда теперь. Куда? Где останавливаться-то? А, вон он, я вижу. Слепой по этим бегаю. Вон Юханка, кстати. Это кто? Брат Никодим. Вот Юханка. Юханка? 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 Я рада вас увидеть. Юханка. Юханка. Я слышала, что ты делаешь хорошо. Не сейчас. Матхайас мне. Матхайас? Матхайас? О, мой Бог. Что-то случилось? Я не знаю, что вы слышали об этом, но Мерхайад был атак. О, Бог! Какой Матхайас? Он умер в руках. Он становится умеем, но его отражение выглядит плохое. Я... Нужно его видеть. Но, пока ты идешь, есть что-то еще. Что? Какая-то болезнь в Мерхайаде их животные умерли. И теперь люди тоже приходят с ним. Я думал, что кто-то здесь может знать, что делать. Блажные, Господи. Как ужасно. Это хорошая вещь, что вы приехали. Есть листья, что это место, чтобы найти его? Ну, вон он стоял. Он может знать, как работать с ним. Очень хорошо. Я пытаюсь найти его. Возвращайся, когда вы узнаете больше. Спасибо, Йоханка. Спасибо, Йоханка. Какая-то болезнь в Мерхайаде в Мерхайаде. Йоханка сказал, что вы сможете обучить. Что-то болезнь, вы говорите? Как интересный. Да, да. Это очень интересно. Но ты можешь помочь этим людям? Я не могу сказать, что в этом моменте. Мне нужно найти гораздо больше. Да я всё знаю. Чё деревня? Нет. Не всё. Ну да, там четыре дома, наверное. Не там где-то. А что с животными? Они тоже болели? Да, животные сдохли все. Да, там есть фарм. Да. Животные мертвые. Ошибки домашние. Сказали кура, а теперь нахер нанять людей. Ну давай, допустим, сглами. Ура, да. Ну давай, допустим. Ура, да. Ура, да. Расскажи эпидемию, включая симптомы, и мы можем взять немного доказательств туда. Можете ли... Лихара, я еще не поспрашиваю, может быть, из-за него, кстати. Буксы? Я не хочу обмануть тебя, брат, но я надеюсь, что ты знал, что это. Мы не имеем времени, чтобы скрыть в старые томмы. Давай. Не важно. Но скажи мне, о чем они от болят, и я буду читать о себе. Они все ухватят, и некоторые даже ревят. Это предупреждение. Что еще? Один упоминал об аргонизирующих болезни. Так что это может быть из дигесции. А что еще? Один упоминал об аргонизирующих болезни. Один упоминал об аргонизирующих болезни. Что дальше? Жажда, открытая язва, это все. Жажда, наверное. Жажда. Они употребляют от инсактивного жажда. Это может быть в зависимости от болезни. Что дальше? Да все. Кашля нет у них. Цыпь... Цыпь тоже нет у них. Язвы нет. Возможно я что-то придумаю. Блин, да завтра ждай. Я думаю, может надо было реально самому. Я у него... А, я у него в химии могу спать обучение. Это уровень она не может, да? Да, я не могу еще. Вау. Вау. Ты можешь попробовать самому сделать что-то? Давай, почтем. Что это? Как распознать хвори, исходя из знаний о гуморах и жидкостях? Пусть это гейлин. Пусть это гейлин. В подмышках и в паху позже появляются черные пятна на пальцах носу во рту, а также на иных воздушностях и впадинах, где застаивается скопившаяся желчь. Пусть это гейлин. 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 Крутой монастырь как-то строит. Очень сложно. Мне интересно прям очень, что там может быть. А нет, слишком сложно, я не могу его вскрывать еще пока. Где можно переночевать, поспать там, ой, на случайно, ссори. Кто-то хрен его знает. Конюшня вот есть может быть где-то. Рядом в конюшне. Да нет. Крень какая-то. А где? А, он ушел наверное. А, я с ним поговорил, к ней я не могу подойти. Я не могу заснуть и схорониться здесь. Здесь могу. Кто? Брат Элиэш. А, вот Элиэш. Кто? Брат Элиэш. Что ты здесь делаешь? Что я могу. Я просто пытаюсь помочь с localsами, как я могу. Ты знаешь что-то о хранилище? Немного. Я могу обучить все основания. Но, без брата Никодемиса, я никогда не смогу обучиться с более сложными случаями. Спасибо. Это ж сын этого чайника. Прикольно. Нормально. А я могу здесь это поспать. Не выпрут? Не утравились. Или выпрут? Нет, походу нет. Хорошо. Так мы и нашли место, где поспать. В одном доме с больными. Вот это топовое место, где поспать можно было. Так, что у нас там по хлебу? Ага, 16. Хлеб есть уже нельзя. Тут яблоки. Надо их съесть. 88. Пойдет. Только с качеством не терялось бы питательность, да? Вот еще бы так бы сделали. Типа там меньше 80%. Там хоп. Сколько-то процентов теряется. Вот так она молится. Мы до 8 подождем. Брат Никодим-то когда придет сюда? Братя. Тайдер. Рассмотреть. А что рассмотреть? Извините. Ну что он? Тайдер. А что рассмотреть? Не вернули? Тайдер. Прошу бы на метру. Извините. А вот он. Он еще. Блин, до 10 реально ждать нам походу. Ровно день. А вот. А вот. ну принципиальная херня прям ровно день надо поэта подождать да он не спал всю ночь давай не рассказывай отравил колониц или ручей в этих бедных крестьян с показанной отравленной водой ну я же говорю давай я помогу это раз уж ты сам нашел а то и долго будет я знаю мою дорогу об этом алхимистическое лаборатория алхимическая лита которая там далеко мархоеда она убивать мы с собой еханку никто не умеет так хорошо забыть больно как она линь кэринг фотосик once you have the medication ready harry афтами да не вопрос блин не к кераму и не импортный витнес и не басты гешенов сам мэрдс амцетта куэстчин для время больным то есть от состояния здоровья не отчет другому я понял что мне тут надо бача щетин не то спасительный штабс не то смогу не то вот она в мархоедское зелье один уголь 1 валерьяна и два чертополоха уголь я не случайно давай три валерьяна полин букс полоха вообще я бы все забрал на самом деле пока халява чё я все не заберу не заберу ну конечно а теперь вот это вот мы вот так тут берем и на лошадь улерьяна ставим вороний глаз на лошадь пропива на лошадь мак на лошадь мяту на лошадь двойнички туда очанка пещерный гриб туда болынь ромашку деревянное кольцо надо продать кстати купить тоже уголь и оставить что полох оставлю а я ему могу продать да наверное а он уже ушел или нет нет да он уже ушел блин ладно давай займемся тогда этой штучкой тут где-то приготовить так что там первое надо сделать приготовь чистую воду горсть валерьяны две горсти полоха много угля да брось чертополох котелок и кипятти в течение двух оборотов так но я шарю как эту всю штуку делать сначала берем воду я при самом первом прохождении очень много времени уделил алхимии чисто вот без гайдов без чего сам сидел и что-то пробовал пробовал знаю как что делается короче вот а мы бросаем чертополох получается сколько две штуки да пять тысяч двух оборотов мы сейчас по-другому сделаем мы берем чертополох горсть еще одну горсть чертополоха и кипятим не два оборота как тут а на и да мехи да на и а просто мы два раза мехи юзаем и переворачиваем часы на один ну типа можно так оно так тоже работает потом добавить валерьяну и кипятить в течение одного оборота теперь мы берем валерьяну с и остались добавили мехи дергаем переворачиваем часы один оборот пока идет один оборот что там дальше надо до этого растыть в конце добавь уголь но не кипятить все добавляем уголь блин голову не рано его добавил и закон заканчиваем короче зелье получится не получится проверим да легкая алхимия здесь относительно то есть у тебя все в принципе есть под руками так не хавать там не надо вот есть вонючие такие алхимические механики где надо дохера всего знать и что то рандомно делать изучать самому здесь у тебя есть книжка в которой ты можешь сразу все изучить просто выбрать этот рецепт и просто поворачивается смотреть как что делать вот это офигенная механика мне прям нравится здесь механика алхимии то есть да ты должен собрать эти травы естественно заранее как у кого меня узнать то это все ау бездону синее что за буква синее что это такое а это турнир нахер турнир вот он а я это не не я займусь семьей соломы а ты позаботься о жене милихара и остальных ага окей они не могут чтобы он страдал а вот возвращаясь к теме алхимия есть еще система алхимии типа максимально упрощенная тебе не надо ничего искать у тебя сразу все есть ты что-то там делаешь блин ну понятно крестьянка стоять крестьянка а нет я так говорить могу о это тоже не очень прикольно да скучно типа ты быстро все сделал и все на этом что дозорный нет это милихар стоять милихар ну Конечно, я буду. Мой сын, если вы действительно привыкли потенциал от этого скуржа, я позволю вам сделать что-то. А, если я успел вывозить вас от этого скуржа, то все остальное было видно. Это будет несколько дней до того, чтобы мы узнаем, что потенциал работал. Я знаю, но даже так, что только что кто-то любит, это очень важно. Спасибо, брат Никодемас. Без него не было потенциал. Я сделаю это. Теперь обрати эту скуржу. До свидания. Теперь давайте ждем и посмотрим, что случится. Она очень интересная. Понятное дело, да, тебе собрать надо сначала. Нет. Нет. Траву эту собрать надо и прочее, прочее. Но тем не менее, ты потом садишься и прикольно. Идешь по шагам, тебе надо сделать то-то. Вскипятить. Вскипятить. А вот она сказала, что другая живность потом умерла. Ладно. Короче, это крестьянка обычная, это не его жена. А где его жена? Я вот что-то не понимаю тогда. Так, давай по порядку. Сначала мы идем к чайнику и даем ему снадобье. Может быть, еще его жене, если надо. Мне говорить не могу. Ты вернулся? Конечно. Я всегда держу. Я не знаю, что это не сомневалось. То есть, мое завещание. Поднялась. О, триста грошей. всему этому дому мы отдали лекарства то есть они должны по сути они по сути должны вы вылечиться поехали пойдем точнее к маттею ему дадим если можно ему дать лекарства а ему нельзя дать лекарства он просто валяется и все понял странно кому тогда соломы дом там этот помогает никодим я с ней тоже такое разговаривать могу дозорный у меня будешь ты сдохнешь сейчас будешь горит зачем вот в этот дом еще отнести надо еще куда а где она она там или нет это такой понюх иоган какой-то делаешь давай быстрее нагружай там ведро свое пустое наверное был со всеми прям вообще поговорить да был со всеми говорить так ладно а поторговать да кстати на продать нам сразу ему кубок кубок чаша меньше пошел ты 155 давай а вот уйдет отлично ну давай вот ей еще дадим она тут вообще где она нету видом а вот она тут конечно я вернулся так сделали то еще нужно обойти все отмеченные дома 4 дома всего отмечено милихар сломы тот дом чайника это по моему и вот это дом где муж у нее умер вот в двух я был не трогай меня ну и пошел нахер тогда с ними говорить не могу ничего сказать крестьянка дай поспать и они вообще ничего не принимают ну все за бред здесь крестьянка работает здесь это йоханка за ней следи да да я с ней говорить не могу даже никого никто больше здесь не лежит это крестьянка обычная еще подождем проверь разбойника вот вот Кто ты? Меня зовут Хенри. И я исследую по-другому Сирадзиг Коббала. О, я понимаю. Ты уйдёшь с меня легко, мальчик. Как так? Я не дам тебе проблем. Это смысл для тебя? Я смысл для тебя. Принц Пре. Не забывайте, кто это за этим. Кто ты следил? Я не знаю. Что ты хочешь узнать? Все. Прежде всего, скажи мне, кто это за этим. Кто ты следишь? Я следую коин, мальчик. Мы все делаем. Это не новое для меня, но кто платит коин? Я получил мою пену от Рунта, как всех мужчин в предыдущих Славитах. И Рунт получил его деньги от гетмана. А гетмана, конечно, нет. И гетмана имел коин-минтеров. Кто такой гетман? Бандит? Если он слышал тебя сказать, он умер на спайке. Это такой человек, который он. Никто не знает много о нем. Только, что он любит гетман. Он немец. А, не немец. Он точно не чех, у него полно грошей. Я готов поспорить, что в его жилах течет голубая кровь. Ммм, интересно. Мне кажется, гетман это вот тот мужик, который в доспехах, в фулл таком сете крутом доспехов, без шлема, который убил от отца и мать Индра. И который разговаривал с Дивишем у Талленберга, когда они хотели напасть. Мне кажется, это он. Усадый такой. Ну, он да, он лысый такой, полностью. Прям как я. Ну, я на самом деле понимаю. Типа, им платят. Они как наемники убивают, там, грабят. Там не было такого общего, грубо говоря. Блотага, как он сказал, одного большого. Мне интересовали только гроши. Понял. Мах, наверное, как и меня, да? Да, парень по имени Мах. Мы встретили здесь под Кутной горой, я грабил бюргеров, которые убегали с города. Чем он на память Махае, да? Чем он на память Махае, да? Прямо славится только начало. А про гроши большевые, что ты скажешь? Конечно, я сделал. Я привезли эти гроши на предыдущих Ловиц, вместе с некоторыми другими вещами. Ты же сказал? А где они пришли? Как, где они были? Я не знаю. Ага. Торговая семья Харпоне. Угольными кучами подровнами. На перекрестке. Ага. Может, где-то, может, нет. Вдруг он узнал, что случилось припасается и решил не приходить. Скорее всего, да. Что-то не знает. Для меня это все люди, но в цепи я имел дело с ним, и никогда не спрашивал, с кем он ведет дела. А он, в свою очередь, ничего не знал обо мне. Почему тебе вряд ли стоять, если ты знаешь больше об этом? Он просто отдал вам внимание, а затем мы расходились в разные стороны. А кто еще знает о грошах? А apart from the chief, Menhart, Runt and me, there was a few others. The men got some real money too, with the false stuff. А, они с перемешку их делали, да? Ну да, чтоб, типа, не привлекать внимание лишнее. Что еще привозил в лагерь? А, вот он вез ответ для Менхарта. Может быть там как раз и написано, что пребыславится ГГ и все. Типа, не приезжай, больше не вози. А, он читать не умел. Понятно. Просто возил, короче. Понял. Ну да, в принципе. Да, что я хочу знать сейчас. Что происходит, для того чтобы ребят не избежать меня. Я уже сказал тебе, что я все знаю... Субтитры сделал DimaTorzok 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 15 на целебное действие теперь 30 меньше штучек это сотку дает это двоечку энергию только отнимает питательности дохера дает поэтому не надо его тоже дохера питательности давай отвар с колен был я хотя нафига зачем она у меня и так восстановится после сна че убить его вы убьем за то что он это знаете козел полез блять он на меня поехали врата и отдадим тебя плачу это удодика мы все равно прикончили уже порывай слома предупреждал же не лезь блять тварь ты тупая нет все равно поле сдраться еще не навалял мне по самые не хочу челыга просто не слов нет ни эмоции как можно еще в рукопашки блять ударяя по доспеху отнимать какой-то хп обязательный пост теперь играть хранена еще по коцу на и на еще по коцу мне броню тварь тупая чинились лошадку опа появилась она за спиной и поехали на наблюдательный пост альберг да лекарство больно я ждал а там там же сутки подождать надо по моему сказал один день типа подожди но сейчас все равно поедем в этот наблюдательный пост нам уже задание обновилась поэтому не по барабану в принципе на удивление почему-то разбойники не останавливают меня никаких преград нету вот этих вот чуть такое туда я нам туда Поехали. Дом разрушен. Здесь лес полечу просто, еще нахер. Ждать. Ой объезжать еще куда-то. О. Отлично. А этот спит, а нет, вот он идет. Стой, куда? Блин, походу мне придется рассказать все равно про священника. Ха-ха-ха. Я принял им помощь из монастыря. Другой Никодемас и Йоханка из Скалеттс. Счастливо, Никодемас был способствовать заболевание. Ну, по крайней мере, что он делает, выглядит предполагательно. Ну, красиво уж отвез. Да красиво уж отвез. Да. Да. Я не знаю его. Я не знаю. Я не знаю. Но я знаю где-то. Это не далеко от Ровна. И этот Менхарт должен быть там сейчас. Я знаю. Хорошо, Хенри. Мы не должны оставить эту возможность слитко на нашу голову. И вы идите, и вы указать на этот Менхарт, чтобы сообщить нам что он знает. Не выйдите. Есть что-то я хочу поговорить о вам. Возьмите внимание. Без тебя, О. Вы не беспокоили меня. Бернард, Робаард, или друг другого. Но никто не может узнать так много как вы. Тем не менее, не без ударов и тормозов. И это не всегда работает. Ты же был богат, это. Спасибо, сэр. Пойдем и узнать кто-то за все, а потом мы с ним общаемся. Да, сэр. 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 Что это? Иногда я спрашиваю, что это все означает. Почему Бог позволяет такие вещи происходить? Этого смерти и смерти, снова и снова? Это сложная вопрос. Я не теология. Но много лет назад я решила, что единственное, что имеет значение, что это все решение. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Посмотри на памперы, которые не имеют отношения в жизни, как молодой Капон, например. Я шутер, чтобы думать о том, как он был прав, когда его время пришло. Трибулатизм спадает в жизни снова и снова, и мы должны находиться на земле и против них. Итак, я пойду в Сассо и решу это. Вы можете верить на меня, Сэр. Ночью красиво, классно, мне нравится. Сэр, давай мы еще поговорим по поводу ужаса сразу. Сэр, я ходил в Ужиттс, и пирожный 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 там очень странный. Он очень рад и здоровый. Вы знаете ничего о нём, сэр? Годвин? Ай, интересный парень. Он молодой сын одного из львов Куттенберг. Он был отправлен в университет для пирожного пирожного пирожного, как его пирожный пирожного пирожного. Но он не очень важно. Так что, когда он закончил изучать, вместо того, чтобы уходить в пирожный пирожный, он пошел на рыбе. Я думаю, что он был довольно прикольным жизненным. И потом, один день, он вернулся и осуществил. Хануш бы знать больше о нём. А, вон он, ну чё. Ладно. Так, есть нужно, нужно. Есть, спать нужно. Мы поедим. И я, наверное, присяду здесь. На фоне вот так вот тут. Вот так и закончим, я думаю. Красивый дым, который пропадает. Классный, да? Ладно. На этом, я думаю, пора сделать остановочку небольшую. Следующую серию мы продолжим. Найдём этого минхарта подробный. Поспрашиваем по поводу вот этих фальшивых монет. Если получится поспрашивать, либо подерёмся с ними. Я не знаю, как там будет. Посмотрим. Вот. Серия была не такая уж долгая, на самом деле. Ну, примерно, как и все остальные, наверное, там в районе часа вышло. Я, правда, не знаю, даже не слежу за временем, когда снимаю. Тем не менее, если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь, набирая активность. Хочу набрать побольше подписчиков, потому что проходить игры, это интересно. Интересно не только одному, но и с кем-то в коопе, естественно. Но данная игра одиночна, поэтому я в целом просто говорю, что интересно и в коопе с кем-то. Но, к сожалению, на данный момент в коопе я могу только играть с Билли Поттером, наверное, и больше ни с кем. Да и времени особо-то нет, на самом деле. Когда работаешь, ещё и пилишь ролики. Ролики не просто от балды его, да? Ты снял, вставил вот кусок, ничего не вырезая и не редактируя, и отправил его на YouTube. Особенно с моим интернетом дерьмовым, который его грузит полгода. Вот, ну это ладно, я уже жалуюсь лишнего. В общем, да, если понравилось, поставьте лайк, подпишитесь, нажмите там колокольчик, вот эта вся тема, мухрю туда-сюда. Оставьте комментарий там, что вам понравилось, что не понравилось. Я, естественно, буду дорабатывать качество контента и роликов о прохождении. По поводу игры, игра мне нравится. Я её всё-таки, наверное, не дропну. Ну, наверное, я её точно, скорее всего, не дропну, потому что я уже добавил эмблему в шапку канала, что я её прошёл. И основную сюжетку я точно закрою. А дополнительную, ну, дополнительную я постараюсь тоже, если у меня прям вот хватит терпения. Пока что она у меня есть. Поэтому я надеюсь, что я закончу ещё и дополнительную историю, потому что дополнительные они вроде как небольшие, но они интересные. Вот, а на этом я с вами прощаюсь. Следующая серия выйдет в воскресенье. До воскресенья выйдет ещё Сайленс, должен выйти в четверг. По расписанию, насколько я знаю. И, возможно, если у меня получится, то выйдет ещё по Хэллэтлус ролик. Я уже сколько обещаю, я вовсе никак не могу даже начать монтировать. Хочется, у меня есть идеи, я собираю материал, всё, там музыку, не музыку, картинки, вставки всякие. Вот, ну, никак это не начну. Постараюсь, может быть, ещё выпустить ролик по Хэллэтлус. Там смешные моменты, подборочка будет. Либо мувик какой-то, а может быть и то, и другое, сразу два в одном, посмотрим. По поводу ЗБТ Ахиллеса, если вы ещё не смотрели новая игрушка, 27 января в ЗБТ вышла Ахиллес. АРПГ ролевая, то есть, РПГшка с видом сверху. Посмотрите, ролик у меня тоже есть на канале. А сейчас прощаемся на этой ноте. Всем до воскресенья. Точнее как, нет, не до воскресенья, до среды. Уй, какая среда, до четверга. Четверг выйдет с Айленджа. Вот, прощаюсь с вами до четверга, а в Kingdom Come увидимся с вами в воскресенье. В следующее воскресенье, также по расписанию 18.00 по моему времени, 17.00 по московскому. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok